МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня начну с новостей о свежих релизах. Скалл Энд Боунс ожидаемо пошла на дно под огнём критики. НО! И вряд ли ей поможет даже выпущенная Юбисофт восьмичасовая пробная версия. Скорее, только всё усугубит. После знакомства со здешним геймплеем вряд ли найдётся много желающих платить за него деньги. Какое тошнотворное зрелище! Переходим к остальным темам. Сегодня в выпуске. Чего боится Сони? Мандалорец попал на респаун. И когда выйдет DLC для Элден Ринга? Но сначала о наболевшем. О том, как пополнить кошелёк Стима без рисков и ненужных проблем. Решить проблему поможет сервис Купикод. Он подходит как для российских, так и для казахстанских аккаунтов. Сам процесс пополнения прост и безопасен. У вас запросят только стимовский логин. Расценки у Купикод самые низкие на рынке. А сейчас там проводится специальная акция. С промокодом Navigator News первое пополнение проходит без комиссии сервиса. Ну а если вы уже знакомы с Купикодом, то пользуйтесь промокодом Navigator. Он снижает комиссию на пополнение на 2%. И даёт скидку на покупку гифтом в 10%. Приобрести можно и те игры, которые скрыты в Стиме для российских покупателей. Все они собраны в специальном разделе «Недоступные в РФ». А ещё на сайте Купикода вы сможете поучаствовать в конкурсах. Один из них «Купилиард» проходит прямо сейчас. Совершив любую покупку, вы получите шанс выиграть стим-дек и другие призы. Есть и другие бонусы. Например, кэшбэк для зарегистрированных пользователей. Словом, не сервис, а целая игровая экосистема. Присоединяйтесь. Ссылка в описании. Проверенный инсайдер Том Хендерсон выдал очередной секрет Electronic Arts. Оказывается, принадлежащая ей студия Респаунд в данный момент разрабатывает шутер про Мандалорца. Основной темой которого станет охота за головами. Причём процесс этот обещают сделать очень динамичным. То есть реактивный ранец придётся использовать по полной программе. Также уважаемый инсайдер сообщает, что открытого мира в игре не будет. А вся она затачивается под линейное прохождение. Релиза, к сожалению, придётся ждать ещё минимум год. А то и все два. Схожая в плане даты выхода ситуация и у перезапуска Fable. Который медленно, но верно превращается из обычного проекта в долгострой. Анонсировали игру, напомню, ещё в 2020 году. А работу над ней начали и того раньше. Примерно в 2017. И вот появилась информация, что релиз в лучшем случае состоится только в следующем году. Тянет время и Nintendo. Ожидалось, что её новая консоль поступит в продажу уже нынешнюю осенью. Но, по словам инсайдеров, ситуация изменилась. Теперь дебют запланирован на начало 2025. А вот что стоит ждать уже в этом году, так это новую игру от id Software. Да, появилась на днях и такая утечка. Правда, о чём именно идёт речь, о новом думе или квейке, пока не уточняется. Соня дешевеет. Недавно компания опубликовала предварительный отчёт по итогам финансового года. И результаты эти, если кого и порадовали, то разве что конкурентов из Microsoft. Выяснилось, что японцы собирались продать за указанный срок 25 миллионов консолей. Но по факту смогут сбагрить только 21. Очко. Узнав такое, инвесторы расстроились. И уронили акции компании так, что её стоимость снизилась аж на 10 миллиардов долларов. Руководство Sony, впрочем, недовольно не только темпами продаж консолей. Президент компании Hiroki Totoki, например, корпоративно вежливо наехал на студию Bungie. Мол, хочется видеть не только креатив, но и ответственность за бюджет и сроки. Проблема же Sony в целом, по мнению босса, заключается в том, что они не совсем удачно распределяют имеющиеся ресурсы. Так что, возможно, следующим шагом Hiroki Totoki будет корпоративно вежливое увольнение неугодных сотрудников и целых подразделений. Кстати, пошли разговоры, что Sony начинает всерьез побаиваться Microsoft. И особенно тревожит японцев то, что лет так через 10 мелкомягкие могут вообще отказаться от выпуска консолей и сделать ставку на облачный гейминг. А вот на этом фронте конкурировать с американской корпорацией будет крайне трудно. Потому как в плане освоения подобных технологий она является одним из мировых лидеров. И в такой воздушной дуэли победа Sony вряд ли светит. Все кончено. Xbox победил! Ура, Xbox победил! Ура! Продолжаем тему. Словно узнав о страхах своих конкурентов, глава Xbox Фил Спенсер заявил, что считает облачный гейминг одним из приоритетов компании. Об этом он рассказал в беседе с журналистами, которая состоялась на прошлой неделе. На ней также было объявлено, что Microsoft все же решилась добавить в Game Pass и игры Activision Blizzard. Да, вообще все. Да и Call of Duty в том числе. Правда, сколько времени займет этот процесс, Фил говорить не стал. Потому как и сам этого пока не знает. Я знаю! А вот хорошие новости для поклонников Beyond Good and Evil. Про вторую часть пока по-прежнему ничего не слышно. Но вот ремастер первый должен выйти уже 5 марта. Об этом сообщают инсайдеры. Подтверждает версию о скором релизе и то, что игра уже получила возрастной рейтинг в Южной Корее. Не за горами и выход российской смуты. Намечен он, напомню, на 4 апреля. А недавно появился часовой ролик с геймплеем. Так что да, этот самый геймплей действительно существует. А сама игра вовсе даже не фейк. Чего ж тебе еще надо, собака? Ничего не надо, ничего. Есть чем порадовать и тех, кто два года ждал дополнения для Elden Ring. Наконец-то дождались. Пока, правда, не самого DLC, а только первого геймплейного трейлера и объявления даты выхода. 21 июня. Стоит добавка, кстати, немало. 40 баксов. Но главная плохость заключается даже не в этом. Выяснилось, что планов ни на другие дополнения, ни на сиквел у студии From Software нет. Ну, по крайней мере, пока. Да-да. Переходим к нашей традиционной рубрике. Компания Embracer отчиталась, что за полгода уволила почти 1400 сотрудников. И это составляет примерно 8% от общей численности. Глобальная зачистка должна была привести к снижению долга организаций ниже отметки в 8 миллиардов шведских крон. Это чуть менее 800 миллионов долларов. Но пока добиться этого так и не удалось. Не помогли и крайне выгодная сделка с Амазоном, который согласился заплатить 47 миллионов долларов за право быть издателем нового Tomb Raider. А его ведь еще даже не анонсировали. Где тут смысл? Именно. Теперь к новостям кино. Вышел первый трейлер экранизации Borderlands, премьера которой намечена на 9 августа. Парадом хаоса и беспредела на Пандоре будет командовать Лилит в исполнении Кейт Бланшетт. Делитесь в комментарии, как вам ролик. Ну а на 12 апреля, напомню, назначена премьера сериала по Фоллауту. И в честь этого события Bethesda запланировала выпустить антологию Fallout Special. В нее войдут 7 игр. 4 номерные, Fallout Tactics, New Vegas и Fallout 76. Релиз намечен на апрель, но точная дата пока не названа. Ладно, за работу! Создатели диска Elysium прикрыли разработку дополнения для первой части. Сиквел, напомню, отменили еще в 2022 году. Поговаривают, что теперь примерно четверть коллектива может лишиться работы. И все это выглядит логичным финалом бушевавших там скандалов. А вот авторы Payday 3 пока еще тешат себя какими-то надеждами. Дескать, да, на старте игра провалилась. Но после того, как мы ее допилим, она неминуемо станет хитом. Правда, разработчики пока так и не определились, что им нужно исправлять в первую очередь. Ну и под конец немного дичи. Студия Gearbox решила перевыпустить игру, которая была закрыта 6 лет назад. Речь идет о смеси мобы и шутера под названием Gigantic. Первый раз она вышла еще летом 2017 года, причем в условно-бесплатном формате, и прожила всего полгода. После чего права на нее перешли к Gearbox, которая и решилась на вторую попытку. Но на этот раз никакого фри-ту-плея. Игру придется покупать. Да-да, за 20 баксов. Выйти Джайингенти Крампейдж Эдишн должна 9 апреля. Вот тогда и узнаем, что случится, если войти в одну геймплейную реку дважды. Смотри, не упади тут. Это будет фиаско. Это фиаско, братан. Ну вот и все на сегодня. Спасибо за поддержку на Boosty. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. На подходе новый выпуск хороших игр. Не забывайте заходить в нашу ламповую группу ВКонтакте. И катайтесь на нашей телеге. Увидимся на следующей неделе. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!